Немножко спокойней. Ты сейчас работаешь на публику, а нужно сосредоточиться. Нужно найти в душе чувства, созвученные твоей героиней. Она слепа, но она хочет понять, что за человек перед ней. Она на что-то надеется, но в то же время боится этой надежды. Возможно, это обман. Понимаешь? Еще раз. И помните, что пантонима – это душа, воплощенная в жести. Движем. Начали. Честное слово, ребята, прям подкройные. Что смешного я не знаю? Анечка, ну что ты? Ничего же страшного не произошло. Просто главное проникнуть в суть. Тогда движение родится само, понимаешь? Да Марья Андреевна, она просто в Ковалева втрескалась, поэтому своей пораспахивала глазонькой. Да тебе главную роль не дали, вот ты и бесишься. Ой-ой, да очень мне надо в этом отстое выпендриваться. Кому вообще нужна эта пантонима? Я и сама могу в где-нибудь другом заведении поучиться и получше будет. Что? Евгения, что ты такое говоришь? Ты можешь перевестись в другое заведение, если тебе здесь так не нравится. Да можно вообще сюда не ходить. Актриса еще та. Ни кожи, ни рожи, страшкову по глазу. Не вежливо прекратить! Перестаньте! Прекратить без обращения, сейчас покажу всех. Значит так, Никита, Вадик, уберите все со сцены. Хулиган! Галина Ивановна, в понедельник, комиссия из министерства. Палат обновите, насколько будет. Макрозов. Здравствуйте. Ну вот я думаю, смотрите. Чуть-чуть потянуть здесь и здесь. Это будет принципиальное новое качество жизни. Сейчас, секунду. Да. Слушаю. Я сейчас занят, перезвоню. Да, пока. Как скажете, Сашенька, вы для меня царь и бог. Здравствуйте, Нина Леонидовна. Здравствуйте. И пока-пока. До свидания. Сэн, только ты меня можешь спасти. Что случилось? Запаска нужна. Ну вот так, позарез. Представляешь, разбил шину прямо возле клиники. А мне после операции навстречу надо лететь. В сервис мы успеваем. Ты мне домкрат до сих пор не вернул. На. Бери в багажнике. Только верни. А то я тебя знаю, разгильдяя. Обижаешь? Да. Подожди, а когда? Хорошо, да, я заберу. Все, договорились. Маш, ну, учителей нет совсем. Ну, не приглашай же мне какую-то фифу театральную. Ну, по крайней мере, она бы это делала профессионально. Я же все-таки педагог, а не артист. Ничего. Ты же понимаешь, вот сдашь отчет на спектакль в понедельник? А как в понедельник? В понедельник это послезавтра. Да нам нужна на неделе еще репетиции. Я тебя умоляю. Декорации есть, костюмы есть. Видно, куда потрачены выделенные деньги. Да это для них главное. Но для ребят это плохо. Ну, для меня ты можешь это сделать. Я ж, часто к тебе обращаюсь. Ну, хорошо. Все, игровечек, заканчивайте. Мне еще к строителям надо. Что мы снова ремонтируем? Столовую. О, я вижу, тебя совсем загоняли. И ведущий хирург, и прораб. И снабженец, и администратор. Нормально. Да. Почему не все надо мной смеются? А все это Женька. Она сама в Никиту влюбилась. А теперь всех против меня настраивает. Ань, ты можешь ничего не говорить? Тебе нравится Никита? Да. Мне очень нравится. Как Ромео. Ну, ладно. Суть придумаем. Не хватало еще, чтобы моя ведущая артистка тонула в слезах и печали. Пойдем. Там уже все собираются. Пошли. По-моему, Радченко пришла. Я, конечно, сказала, что вы заняты. Но разве такие когда-нибудь кого-нибудь слушают? И, по-моему, она неровно дышит. Так, за сплетни клиники буду штрафовать. Удачной была операция. Помнишь, какой нос был? Перегородку ломали. Ну, вы же нас, Пигмалион. Привет, Вольский. Эй, Воробьев, ты что здесь делаешь? Сейчас Владька придет. Ну, пусть пересядет вам, когда молитесь. Тогда и я пересяду. Никит, садись сюда с Вадькой, а я к Насте пересяду. Да. Настя, ты же не против? Там не был барабан. Спасибо за маму. Ва! Сюда. У меня известие. Нам перенесли спектакль на понедельник. У нас будет комиссия из министерства. Но, так как школа на выходные закрыта, я приглашаю всех к себе. Быстрее. У нас будет комиссия из заименоваты. Так, если она была paranormal那я к ней. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует... Значит так, я костюм и реквизит возьму сама, а Никите и Ане отдельное задание. Сейчас в кинотеатре «Орбита» идёт ретроспектива фильмов Чарли Чаплина. И сегодня как раз огни большого города. Так что вам задание пойти и посмотреть. Ну что, прикольный вам садить. Ну вот и отлично. А давайте собираться, потому что мне ещё ехать в аэропорт, встречать подругу. Зачем было изображать из себя Чипа и Дэйла? Столько времени потеряли. Можно подумать, без тебя не разбрались бы. В кои-то веки могли побыть вместе. Элла, но я же врач. Ну да, конечно, когда я была к твоей пациентке, ты гораздо больше времени не уделял. Ох ты, это что, сюрприз? Да нет, это я сына должен забрать. Ну, жена попросила его домой отвезти. Она беременна, ей уже тяжело ездить. А у тебя беременная жена? Да. В смысле, бывшая. От нового мужа она беременная, а первый ребёнок мой. Ну, в общем, надо помогать. Пока журнальчик, почитай. Там, кстати, Славкина статья. Очень хорошая. Кто такой Славка? Сын мой. Он у тебя вундеркинд? Нет, это старший сын. А их сколько у тебя? Двое. Ещё дочь. Жёны, правда, разные. Знаешь, вольский, я лучше домой поеду. А то пока мы всех спасём, и всем твоим женам и детям поможем, мой собственный муж вернётся с работы. И это правильно. Ни к чему рисковать. Я такси поймаю. Привет, сын. Привет. Привет, пап. Ты как? Нормально. Может быть, тебя всё-таки подвисит? Спасибо, я сама. Давай, прыгай. Совершил посадку рейс компании «Аэрослит» из Мухина. Моя красавица! Умничка моя! Ну, куда ты прёшь с собой телегой? Господи, ты помилуй. Ну, убери ты её. Встань ты по-человечески. Смотри, ружьё взял ещё. Встань, встань. Сейчас он будет с тобой знакомиться, представляться тебе, улыбаться ему. Здравствуйте! Сейчас он скажет тебе. Здравствуйте. Я старая обезьяна Инга. Ну, что ж такое, говоришь-то? Красава моя! Ну, ты теперь отвечай ему. Гутен так, Герд Гюнтер. Гутен так, гутен так. Я, я, я. Молодец! Молодца, мальчик! На. На, вези. Ну, что ты говоришь, что ты? Да-да, осталось. Поехали, брат. Я, я, я. Ты представляешь, он здесь решил охотиться. Так мы теперь как конченые идиоты должны жить у Митьки на даче. Это нормально? Где Гудемте, кстати? А, в смысле? Что, я совсем зашла с ума? Я не помню, где у моей подруги когда день рождения. А, ну, ты знаешь, я не хочу об этом говорить. А, мы все помним этого козла. Да прошу тебя. Митька! Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! Оп! Тара-тара-тан! Оп! Ай! Ай! Изкуса! Митька! Ай! А! 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 Иди сюда, иди сюда, познакомься, пожалуйста. Мить, это мой муж, Генка. Мить! Дим! Он сейчас тебе будет представляться, знакомиться с тобой. Здравствуйте! Здравствуйте! Я старая обезьяна Инга. Красавчик ты мой! Здорово! Пойдемте. Светлана Дмитрия! Нет, подожди, не тащи меня, Джем. Ну, подожди, миленький, ну сейчас. Вер, ну ты чего с пузом, с ума сошла? Привет, Ольский, привет. Ну, а я что могу, мне с мужьями не везет. Сначала ты сутками на работе пропадал, теперь Федька такой же и до ночи. Привет, Джемольф, привет. Ты погляешь с Джемом? Давай, я с папой поговорю. Давай, на дратке там где-то. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давай, ну, давай, миленький, ну. Ну что ж, ну не торчать нам здесь. Ну, ну, блин. Я вот продуктов тебе привез, ну и денег не нужно. Ой, Сань, спасибо. Ну ты меня балуешь. А почему вы развелись? Она напомнит. Так ты сама хотела. А я женщину не отказываю. Ух ты, врунище, Вольский. Для тебя работа, жена, мать и любовница. Так, все, ладно, проеку. Витюш, я домой уже. Давай, поднимайся. Давай, я занесу. А у меня, видно, на роду написано. Трудоголиков влюбляться. Федька у меня такой же. Хочешь сказать дурак. Только я уже успокоюсь. Куда уже мне с дуятой? Продолжение следует... Понял? Опа, привет. Привет, День. Привет. Читал? Ну, конечно, читал. Ты молодчина. С первой публикации тебя, сынок. Спасибо. Ну, Шурк, ты вот так совсем избалуешь. Здорово. Конец. Ребятня. Ну, видишь ли, не каждый день студенческая работа печатается в научном журнале. Так что это не баловство, а вполне заслуженная награда. Сень, давай тарелку. Почему таблетки не стали? Для кого их положила? Выпьи сейчас же. До инфаркта запрыгаешься. Как маленький ребенок. На. Шур, ты бы женился. Давно пора. Его все комяку съешь. До язвы недалеко. Подтверждаю. Люди семейные гораздо реже подвержены... Я чуть-чуть тебе... ...желудочным заболеваниям. Я чуть-чуть тебе... ...зато сердечным, часто. А у меня на это времени нет. Спрячь телефон. Ну, мам. Убери, я сказала. Вообще, если бы знал, что ты у меня Верку уйдешь, я бы тебе хрен дал бы конспекты в институте списывать. Ты еще после этого дважды женился и развелся. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, болтаете вы? Ешьте. Ну что, Фрося? Завтра к нам гости придут. Мы их покормим всякими разными вкусностями, да? Сначала надо тебя накормить. Мм? Мм? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Шовура. Ты что-то отказалась? Что случилось? Пам, как хорошо, что ты дома. Я совсем замерзла. Так, раздевайся, бегом к ванной, грейся. А я что-нибудь поставлю. Как ты можешь жить с открытыми окнами? Холодно. Жить какая. Зато всегда в тонусе и много кислорода. В еще большем количестве выхопных газов? К чему не позвонила? Вдруг бы я не пришел. Телефон сел. Ну, давай, рассказывай, что стряслось. С мамой поругалась. Представляешь, она взяла отбыл и поехала на дачу. Сегодня, в такой холодильник. Ей там надо дом протопить, убраться. Для очередного хахаля старается. Так, ну-ка, перестань. Он боится, чтобы его жена не застукала с мамой в городе. Ну, а та и рада стараться. И меня тут же припахала. На выходные. Ну, и что? Ну, ничего. Она на машине, я должна как левая на электричке туда тащиться. Зачем мне ради чужого мужика выеживаться? Раскричалась, разоралась. Как не смей, Шура, так разговаривать с мамой. Пап. Что у тебя за дела? Что они важнее ее нервов? Понимаешь, меня мальчик в театр пригласил. Ну, я что, пойду с ним на утренник, что ли? На. Звони маме, извиняйся. Ну, пап. Ну, пап, ну, пожалуйста. Ну, это Денис, понимаешь, ну, как я могу отказаться? Это первый мальчик в школе, пап, ну, пожалуйста. Но он же меня никогда больше не пригласит. Ты меня не дослушала. Звони маме, извиняйся, и скажи, что приедешь завтра вечером. И все воскресенье будешь ей помогать. А как я доберусь? Я тебя отвезу. Бери, бери. Времени для общения с твоим мальчиком у тебя будет достаточно. Я освобожусь только в девять вечеров. Папик. А можно я у тебя останусь? Ну, конечно. А утром заедем переодеться? Слушай, ну ты нахалка. Ну, пап, ну, пожалуйста. У меня куча дел. Хорошо, только выезжаем очень рано. Давай, звони маме. Давай, звони. Звони, мне еще работать надо. Папик, пап, ты у меня самый лучший. Звони. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, приступим к рождению красавицы? Потом надо будет не забыть с нее процент снять. Если она с нашим носом какой-нибудь олигарху себе подцепит. Да, кстати, ты чего опоздал? Дочку завозил, пробка. А, в ГАИ ездил. Вчера оказал первую помощь, прямая, и теперь попал как дурак. Ну, с твоей манией всем помогать неудивительно. Ну, почему здесь мания? Так, нормально. Кстати, о помощи. Где запаска? Ой, старик, прости. Ну, вот и как я теперь. Скайпер. Слушай, так когда же ты в последний раз гостей-то приглашала? А, как с Димкой рассталась. Ничего себе, что все на день рождения в квартире застукать мужа с любовницей. А мужчины будут, слышали? А, дети мои придут. Дети репетировать. У меня там пироги подгорят, ты уж извини. Спасибо. Ну да, ничего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так что пользуйтесь случаем. Ну, я попробую. Ты знаешь, зачем тебе ехать на ночь глядя. Оставайся у нас, переночуешь. Я тебе компресс сделаю, у тебя щенгал, как у бандита. Вик, я поеду, не обижайся. Пока. Да ладно, я и не надеялась. Пока. Аня, это ты? Аня, говори громче, плохо слышно. А, Инн, привет. Привет, да. Не узнала, прости. Спасибо, спасибо. Спасибо. Это в 20 лет хорошо. А в нашем возрасте про день рождения уже можно забыть. А, да нет, ничего. Нет, прости, у меня настроение не для веселой компании, да. Ну, все, 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 уговорила, хорошо. Напомни, пожалуйста, адрес, а то я давно у вас не была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барышня, вы габариты включать не пробовали, нет? Алло! Послушайте, вы! Пальцами можете пошевелить? Ноги в коленях согните. Можете из машины выйти? Голова не кружится? Ничего не болит? А это вы виноваты? Я? Вы стоите посреди дороги с выключенными фарами. Я виноват? Ну, а кто? С женщиной спорить? Я позвоню в ГАИ, вызову эвакуатор. Алло! Доброй ночи! Боровское шоссе, 32-й километр. Нужна машина? Ну, и что, что суббота? Какой выходной? Ну? Ах! Подождите, но я вас очень прошу. Ах, ладно. Садитесь-ка в нем в машину. Нет, спасибо. Сейчас милиция приедет. Ну, разве что к утру. Почему? Жертв нет, нет. А остальное не важно. Сказали, будет возможность, вышлют наряд. Я думаю, что в лучшем случае завтра. Садитесь ко мне, у меня тепло. Не хочу брать грех на душу. Если вы еще воспаление легких подхватите. Садитесь. 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 Вообще, вы нас смотрите. Хорошая лепкая лица. Извините, профессиональная… А что ли? Отчасти. А впрочем, это не мое дело. Так что с машиной? Поехали. У вас запасной реле есть? Откуда? Ну, да. Ну, придется нам здесь. Жить-поживать, да добра наживать. Нет уж. Я лучше пойду. Чем с вами тут оставаться. Ну-ка. Конечно. Эй, как там Бас? Вы не в ту сторону пошли! Вы не в ту сторону идёте. Ну и что? Ничего. Я вас промажу. Не надо, я сама доберусь. Упрямство до добра не доводит. Музыка. 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 Я пока женилась! У меня с ума не зашла. Ну, да пусть он у vid二 tambiénajم сынин. Ты в шwat, как она в него смотрит. Ты посмотри. Мань. А ты всё это мне говоришь для отхода глаз. Да не забывайте, дурака. Музыка. Извините, но мне пора. Нет, нет, нет. Подождите, подождите. Куда вы собрались? Вас никто никуда не отпускал. Я действительно спешу. Но ночью вы всё равно рекуда вы не уедете. Почему? Знаете, я очень замечательная. Ну, в том смысле, что много замечаю. Вы же приехали сюда на электричке. И не думайте, тут не нужно быть шалком-холосом. У вас... Слушай, не варей, дурака. Грязь. Спасибо. Ну, а вряд ли у такого мужчины нет машины. Значит, добираешься пешком по проселочной дороге. Ну, а и по этой же самой дороге у вас, ваша мадам, что-то там не случилось. И вы решили вернуться в город. А как я вас? Откуда у столь юного создания такая наблюдательность? Но отчасти вы правы. Я действительно без колес. Ну, так что ж. Не ломайте. Придется вам. Боинка здесь, электрички все равно уже не ходят. Дайдем. Дайдем, родной. Выгружай. Запах шашлыку у меня-то извит. Подрит и возбуждает. Ага. Так, теперь нужно оборудовать окоп. Такая ямка в земле. Это водочка, это сальчик, это огурчик, это сальчик. Дайдем, 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 дайдем. Умеешь ты вовремя найти нужные слова. Послушай, что я такого сказал-то, я не пойму. Ну, получается, по твоим словам я самая большая неудачница. Ой, давай сейчас обидимся. Ой, давай обидимся. Тридцать пять лет встукнул, как будто я ей неправду говорю. А с душой ничего. Однушка мамина, машинка покалеченная. И муж любимый. В день рождения еще умудрился тебе рога подарить. Ой, Господи, какая же ты курица, это же какой-то кошмар. Маня, посмотри, какая красавица была сейчас, на кого похоже. Ну, что ты в глазах вылупала на меня? Нету, Бог, мозгов. Хоть мою имя пользуюсь и дарю. Спасибо тебе, Инга Наумовна. Пожалуйста, Марья Андреевна. Тронута до глубины души. Да счастлива нас. А ты-то что? А, что, вышла замуж за старого немца? И что? О, вот дура она и есть, дура. Ой, да благодаря этому старому немцу у меня зарплата, как у белого человека, и работа, которая тебе не снялась. А на эти три года я полмира объездил. А что уго-то? Если я рожу, то я стану королевым. Потому что не такие законы, я вообще всю жизнь могу не падиться. А если этот старый козел со мной захочет развестись, пожалуйста. Пожалуйста. Потому что наследство мне достается, половина его состояния. Знаешь, как у него еще в банке? А, по-моему, это аморально, рожать ребенка от нелюбимого человека. Да что ты? Ах, аморально. Ты вообще без детей останешься, Стэн. А если захочу, рожать любимого, бьюн-то на этом. Знаешь что, может мне лучше уйти? Да действительно. Ты не подъехала, что сидишь? Давай, Валя, надела и пошла. Ну все, 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 начинается. Мань, ну. Ну хватит, пожалуйста. Ну прости. Ты знаешь, ну я не умею слова говорить. Ну правда, ну вечно. Ты меня с первокласса знаешь. Ну все, хватит. Я думала, ты хоть немного изменилась. Ну видно. Горбатого могилу исправят. Это радует. Ты научилась отмечать. Прости меня, любимая. Все, что я тебе говорю, идет от сердца. Потому что я тебя очень люблю. Правда, честно. А к мужику присмотритесь. Хороший мужик. Хороший мужик. Ой, да не будите дыгана полотова. А вы знаете, кто это? Этому настоящему мужчину он прочистил дымоход, разжег огонь. Большое вам спасибо. Друзья мои, на право хозяйке у меня есть тост. Во-первых, я хочу выпить за мужчин, которые разжигают огонь. И в сердце женщины. И самое главное, я хочу выпить за мою подругу, за Машеньку, у которой сегодня день рождения. И которую я желаю найти в жизни настоящего мужчину. В жизни. Ура! Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, все-таки нам, кто у нас господин Больский? А, странно, должно знать своих героев. Да, особенно, когда ты женщина средних лет, а герой пластический хирург. Хорошая какая девочка. Больчишки, девчонки, а также их родители. Стыль, ну, папу тын, коли, случайно, не хотите ли? Нет. Где шашлык дурила? Скоро будет готов. Ну, пойдем, пойдем по-разному. Я не пойду. Нет, я тоже не пойду. Я вообще девушка няжная беру, что с собой не знаю. Машень, пойдем. Машенька. Пойдем, дорогая, пойдем. Ой. Ты же у меня, я помню. Я упал. Прям с горшка тебя брал и прям ствол тебе в руки. И ты как молодец. Ты прямо бах. И вот. Это сильно. Нет, нормально. Ах, что он? Я воль. Спасибо большое. Фая! Вольф! И что, это ж собака. Прекратите, что вы делаете, опустите ружье. Да, слушай. Вольф, это вольф. Вольф! Какие тут вольфы, трусовые вышки полевые. Ой. Эх, ё-моё. Надо ее в дом отнести. Ее надо в город везти, иначе она погибнет. В город? Нитя, а у тебя же есть машина. Давай на твоей машине. Ага, давай. Сейчас. Что? Не был бы родственников, как Герасим хреном. Пошли в дом. Митя, дай ключ. Я сама внизу. Раздал всем. Он ей в брюхо попал. Я тебе куда говорил? Стрелять по бутылкам. Сейчас я. Сейчас я что-нибудь придумаю. Сейчас. Ну да, вот пойди и найди, чтобы без наследников. Герасим хрен, не бери ты в голову, бери на грудь. Сейчас усугубим, и все будет в порядке. Ты где-то где? Что? Что такое? Ну, давай. Господи, пожалуйста. Что случилось? Микнись давай наверх. Капни его там. Давай, давай, давай. Все, все, все. Господи, помилуй. Молчи, молчи. Гром закрой, молчи. Молчи, молчи. Александр, Саша, вы можете меня считать последней эгоисткой, но я не могу всю оставшуюся жизнь вспоминать, что в мой день рождения погибло живое существо. У меня и так это не самый лучший день в жизни. Но мы должны что-то сделать. Мы должны хотя бы попытаться. У нас есть шанс. Давайте попробуем. У нас есть шанс остаться в лесу с трупом собаки на руках. Ну, давайте попробуем. Пожалуйста. Ой, ну что, ворошиловский стрелок, полегчало? Еще раз так гульнешь, я тебя собственными руками придушу. Митя, блин, хватит пить уже, а? Действительно. Чего это я? Дурила-то, а? Ай, пень ты мой старый. Черт, моя немощная. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА У-у-у-у-у. Ужас. Вам, наверное, тяжело? Давайте я. Не, не, я донесу. Давайте, давайте. Я возьму, я возьму. Не надо беспокоиться. Скажите, у вас какого радиуса колеса на машине? Я не знаю. Потому что если повезет, я бы переставил ваше колесо к себе, мы бы доехали. А вашу машину забрали бы завтра. Хорошо. Если повезет. Я донесу, не мешайте мне. Извините. 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 Удвините. Извините. Удвините. Ты вязать бы. Шерсть, конечно, не очень хорошо, но что делать? Ну вот, возьмите. Это шелк. Ну берите же! Ой, аккуратнее. Ну что, нам повезло? Думаю, получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый ночи. Чего звонить? У меня собака в машине умирает. Усыпить что ли? Нет, нет, нет. Операция нужна. А, нет, доктор только утром будет. Я извини, я охранник просто. Охранник? Так, извини. Что теперь? Едем к моей жене. О, понятно. Жена. Малышевка. О, я не знаю. О, я не знаю. О, я не знаю. Миринара, а не ко мне. Но они там только усыпить могут. Сань, ну ты задолбал. Ты знаешь, который час? Ну, извини, извини. Синечка. Ну я опять не услышу. У нас есть снотворное. У нас есть снотворное. Я сейчас принесу Синечка. Разбирайся сам со своей снотворной. Ирония. Что? Без газа. Без газа? Хорошо. Отдай тебе инструмент. Хочешь? Славку разбуди, пусть поможет. Славки нет. Он это, ночует у друга. Не кричи, пожалуйста. Нести инструмент или нет? У меня выхода нет. Неси. Только не кричи. Всё. Я взял инструмент и едем ко мне. Будешь ассистентом. Что вы стоите? Пальто снимаете? Вот же моя... Там рубашка в гардеробе. Любую берите. Спасибо. И бритву из ванной принесите. Хорошо. Лише. Может я тебе помогать? Словно тихий светлый ангел Звел нас вместе в сладком снег И в душе моей внезапно Зазвенела вдруг струна А в твоей, скажи, мой милый Отзовется ли она Между нами снега Между нами дожди Может, я не одна Может, ты не один Ангел светлый летит Расправляя крыла Может, ты не один Может, я не одна Ах, как хочется поверить Нет случайность наших встреч Первых чувств очарования Навсегда в себе сберечь И тогда наш сон, мой милый Обратится явью вдруг Одиночество Растает Разорван Печальный круг Мою руку Возьми В глаза Погляди Я теперь не одна Ты теперь не один Может, ты не один Может, это любовь Может, это весна Ты теперь не один Я теперь не одна Что на встрече сонит Что нас ждет впереди Я теперь не одна Ты теперь не один Чашу жизни с тобой Вместе выпьем до дна Ты теперь не один Я теперь не один Я теперь не один Чай заварен Ужин готов Отлично Отлично Спасибо тебе, Маша За что? Что я не чувствую себя Полным мерзавцем Наоборот Исхватываю чувство Глубокого удовлетворения От того, что моя пациентка жива Спасибо Пожалуйста Ммм, ну что, чайку И кое-чего еще Покрепче Так, добрым вечером Выдыхаешь И джалку Угу Добрый вечер А что это такое? Какая водка крепкая Ты Предлагать Нами водку Чистый спирт Нет По второй У меня еще есть Надо, я как доктор говорю Угу Как учил Вдыхаешь Залпом И тут же закусываешь Угу За знакомство Угу Угу Я пью, почему Почему? Почему? Угу Угу И по третьей У Да-да-да Я не буду Угу Надо На брудершафт На брудершафт На брудершафт На брудершафт Ну Я как-то Перешел на ты? Угу. Без разрешения. Нужно исправлять. А у вас жена Вера? Вера. Жена бывшая. Угу. Мать моего старшего сына. Угу. Ты закуси. Со спиртом шутки плохи. Не хочешь, нет? Может, баиньки? Нет? А что вы так со мной разговариваете? Так, мы с тобой на ты перешли только что. Или надо повторить? Ну, мне неловко. Значит, надо повторить. Что-то вы... Ты на меня так смотришь? Любуюсь. Издеваешься? Нет. Честно. Ты не обыкновенная женщина. Мужественный раса. Угу. Хозяйственный. Льва. Животных любишь три. Угу. Ну, пьешь много. Но это не так страшно. Да. Особенно спасибо за мужественное. Нетерпеливо. Но это тоже по проему. Знаешь, что самое страшное? Что? Самое страшное, что ты красивая. Милая. И добрая. И это очень грустно. Ой. Не ой, а честно. Очень грустно. Почему? Да потому, что нахрен я тебе сдался. М? Ну, как пластический хирург я тебе точно не нужен. Как старый добрый. Товарищ. Любовницами такие, как ты, не становятся. А замуж ты за меня не пойдешь. Почему? Что почему? Почему не пойду? Потому, что все жены от меня рано или поздно сбегают. Почему сбегают? Угу. Дура. Поли внимания не хватает. Ну, вообще я какой-то. Какой? Поцелуй меня. Будь живей. Почему? Почему? Во-первых, мне кажется, я не знаю. Почему? 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 Доброе утро. Доброе. Доброе. Пациентка наша жива, здорова, я её накормил. Жар спал, я её даже на улицу вытаскивал. Сейчас уколчика сделала, она лежит на диване. Хочешь спросить, кто такая пациентка или кто я такой? Нет, я помню. Я рада. А можно принять душу? Пожалуйста. Спасибо. Собачка. Собачка. Скоро кофе будет. Я булочки купил. Вы купили булочки? Утром? По-моему, мы вчера перешли на ты. Не помнишь? А что тебя удивляет? Я что, не могу сходить в магазин? Более, что предназначен. Вы после бессонной ночи, то есть я хотела сказать, ты после того, как сделал операцию? Да из меня никто никогда, кроме мамы, а я ничего не помню. То есть нет, я помню, я аварию помню, я помню, дачу я помню, собаку я помню, охранника, потом операцию, и потом мы пили спирт. Ну вот, потом я помню, и провалку. Потом ты заснула. Я надел на тебя халат, носки. Ну, чтоб ты не простудилась, после нашей прыгу. Накрыла дерево. И все? И все. Да, сын, что случилось? Так, подожди, так еще же две недели. А Федор где? Хорошо, все, я понял. Ты дозванивайся Федору, а я вызову скорую. Да все, жди меня, я скоро буду. Кто-то заболел? Нет. То есть... Жена рожает! Поздравляю! У вас мои вещи. Вещи мои у вас. Они все в крови, так что... Вы возьмите что-нибудь из моего кредерона. Спасибо. Высади меня, пожалуйста, около метро, я сама даю. Нам не по пути, времени нет. Потом. Ну, тогда остановись здесь, я... Я дарил. У меня кошка не кормлена. Ну, потерпи твоя кошка. Прости, я волнуюсь. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Мирочка, Мира, как ты? Мой занюлик. Привет. Что-то нос чешется. Нос? Но, нос. Почесай тебе нос. Все будет хорошо. Не торопись, спокойно дыши. Хорошо, что позвонил, молодец. Не волнуйся, с мамой все будет хорошо. Давай. Окей. Все, все будет хорошо. Все, ладно, пока. Ну что, давай не пирать. Давай с Богом. Поможете? Будьте добры, можно вас на секундочку? Угу. Я вас очень прошу. Чтобы все было по-будшему. Все будет хорошо. Нет, нет, нет. Ну как? Федюша. Хорошо, все, спасибо. Привет. Да, Федя, все. Погрузили, все, езжайте. Ни пух, ни пера. А ты, наверное, должен поехать с ней в роддом? Зачем? Женщину в такой момент лишние люди раздражают. Федор поехал, успел. А я потом позвоню, узнаю. Федор, он кто? О, ты уже целый роман тебе нафантазировала. Федор ее муж. Он и поехал. Женщине хочется находиться рядом с отцом ребенка, а не с бывшим мужем. Ну, правильно? Понятно. Ну, я пойду. Спасибо. А вы позвоните мне потом, скажите, как собака. А телефон я... Не надо. Что не надо? Ничего не надо. Сейчас я отвезу тебя домой, переоденешься. Нам нужно заняться эвакуатором. Ты про машину, ты про свое помнишь? Ну, плюс собаке лекарства купить, перевязку сделать. Тут я без твоей помощи не обойдусь, так что у нас куча дел. Хорошо. 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 Неужели ты меня так и бросишь на улицы? В конце концов, после всего, что было между нами, я имею право посмотреть, как ты живёшь. А что было? Было героическое спасение собачьей жизни. А что этого мало? Фрукс, девочка моя, кошечка. Заскучилась моя, киска. Сейчас я тебя покормлю, ёлка. Никогда не думал, что можно завидовать кошке. Почему? Если бы я приходил домой, и меня встречали такими словами, я был бы самым счастливым человеком на свете. Что бывает иначе? У меня всю жизнь было иначе. Почему так поздно? Я уже сплю и третий раз греть ужин не буду. На крайний случай. Где ты шлялся? Я говорил, что ты самая чудесная женщина на свете. А я говорил, что ты самая красивая женщина на свете. А я говорил, что ты единственная, в кого я влюбился с первого взгляда. Не говорил. Говорю. Ты единственная женщина, в которую я влюбился с первого взгляда. Что-что? Я не расслышала. Я тебя люблю. Телефон? Угу. Можно я возьму? У меня выходной, но на всякий случай. Плохо слышно. Вика, ты? Что случилось с Сашей? Хорошо, дай ее мне. Алло, Шура. Шура, когда научишься служиться маму, а? Я понял. Хорошо, я заберу, хорошо. Ну, когда, когда? Когда смогу, ждите. Все, пока. Что случилось? Это моя жена. Бывшая жена. Они с дочкой на даче. Машина не заводится, а на электричку опоздали. А сколько у тебя жен? Три. Ты будешь последний. А, так ты многоженец? Да я не виноват, что встретил тебя так поздно. Поедешь со мной? Угу. Да, кстати, а как мы ее назовем? Кого? Ну, как кого? Нашу собаку. Нашу собаку. Угу. Я же говорю, наша Маша все отменила. Это Адамович Кипиш подняла и даже не явилась. Странно, Воробьева. Почему эта наша Маша никому ничего не сказала? Мне что-то без классов звонили. Это мои дети. Все? Ну, я же учительница. А ну-ка повтори, что именно наша Маша говорила? Она сказала, что репетиция отменяется и она занята. И все? Без объяснений? Что случилось? Да врет она все. Выдумывает. Не будешь, когда вчера с Никитой целалась все, что я Нишки от радости обмочила. Это она в Маше вас сослала. Даже такие слова знаешь, что я тебе могу сделать? Даже не посмотрю, что это девчонка. Ой, а вы все слышали? Ну, а это кто? Это... Что я просто спросила. По-вашему, это называется бойфренд. Правильно, Маша? Это мой любимый мужчина, а как называется, это не важно. Вообще, мне нравится слово муж. Старомодно, но красиво. Согласна? Фрося. Какой мне сон снился. Сказка о мужчине и женщине. Ой, ведь ты мне приснился. Боже мой, приснился мне. Слава, тихий светлый ангел, Слава, смесьте в смыслом сне. И в душе моей внезапно Зазвенела вдруг струна. А в твоей скажи, скажи мне, Отзовется ли она? Между нами снега, Между нами дожди. Может, ты не одна? Может, ты не один? Ангел светлый летит, Расправляя крыла. Может, я не один? Может, я не одна? Ах, как хочется поверить В неслучайность наших встреч, Вверх чувств очарования Навсегда в себе разберечь. И тогда наш сон волшебный Обратился я его к другу. Одиночество растает, Разорвав печальный круг. Между нами снега, Между нами дожди. Я теперь не одна. Я теперь не один. Ангел светлый летит, Расправляет крыла. Ты теперь не один. Ты теперь не одна. Что нам встреча с ним? Что нас ждет впереди? Я теперь не одна. Я теперь не один. Чашу жизни с тобой Вместе выпьем до дна. Я теперь не один. Я теперь не одна. Осторожно, там маленький. Иди. А что ты в темноте сидишь? Что случилось? Я испугалась. Я испугалась. Я подумала, что мне приснилась И собака, и ты, и малыш. Не надейся. Не надейся. Мне из клиники позвонили. Там у одной пациентки Давление поднялось небо. Угу. 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 Я быстро. Я якобы. Офицер, Оф budget. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok